В то дождливое утро мазырянин Иван Бондарев, как обычно, проходил мимо своего дома. Под одним из балконов он услышал детский плач. Иван сразу же бросился на помощь. Проходил мимо дома, услышал, как плачет девочка, звала она на помощь. Я подошел к ней, спросил, что случилось. Она говорит, что упала с балкона, показала рукой на первый этаж. Я подумал, что может быть какие-то травмы, спросил у нее, что болит. Она сказала, что болит нога. Встать она не могла. Была погода плохая, дождь шел. Я девочку укрыл и поднял на руки, занес в подъезд. Мы вызвали скорую и стали ждать. Скорая приехала оперативно. Медики доставили девочку в больницу. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом берцовой кости. По факту получения травм милиция провела проверку. Оказалось, на момент происшествия девочка находилась в квартире вместе со своей старшей 16-летней сестрой. Малышка играла с домашним питомцем. Кот запрыгнул на подоконник, девочка за ним. Девочка, играя с котом, забралась за ним на подоконник, после чего не удержалась и выпала с окна первого этажа. Необходимо помнить, что окно является источником повышенной опасности для ребенка. Половина случаев выпадения детей из окон происходит по причине москитных сеток. Они не способны удержать вес ребенка, дают ложную уверенность малышу в безопасности. К счастью, в наше время существует большой выбор изделий, позволяющих повысить безопасность окон. Это защитные пленки, решетки, блокираторы, ручки с замками. Однако маленького ребенка ни в коем случае не стоит оставлять одного в комнате. В конце мая в поселке Криничный двухлетний малыш, который ненадолго остался без присмотра, выпал из окна квартиры на третьем этаже. Он наперся как раз-таки на москитную сетку. Ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. Спустя месяцы мальчик до сих пор находится на лечении.